Сегодня в Одессе есть 353 защитных сооружения гражданской обороны. Из них 85 в коммунальной собственности. Все они, по моему поручению, в 2014-2015 годах были приведены в порядок. Чтобы понимать масштабы халатного отношения к этим объектам, скажу лишь то, что нашими службами было вывезено более 500 кубометров мусора из старого хлама, который соскладировался с жильцами на протяжении 20-30 лет. Мы отремонтировали помещение, установили баки с водой и продолжаем поддерживать данные объекты в надлежащем состоянии. Сегодня мы проинспектировали два из них возле аэропорта и на улице Гоголя. Они готовы принимать население. Но давайте откровенно, это всего лишь стены. На протяжении нескольких лет я неоднократно поднимал вопрос на всех уровнях, что сооружения гражданской обороны должны быть оснащены системой вентиляции и фильтрации воздуха. Знаете, сколько лет самому свежему фильтру? Почти 50. При их сроке годности 10 лет. Это проблема не только Одессы. Защитные сооружения строились во времена Советского Союза и находятся в эксплуатации от 40 до 75 лет. Думаю, не ошибусь, я скажу, что в Украине нет ни одного сооружения гражданской обороны с рабочей фильтровентиляционной системой. В замене нуждаются не только фильтры, которые, кстати, не производятся в Украине, но и вся система жизнеобеспечения. Этот вопрос должен быть рассмотрен на государственном уровне. Мною будет подготовлено соответствующее обращение Совета национальной безопасности и обороны. Также готовится обращение к нашим международным партнерам, которые поддерживают Украину и Одессу в частности в вопросе повышения обороноспособности. Именно на этом, я считаю, мы должны сейчас максимально сосредоточить наши усилия. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Украине! Добро пожаловать в Украине! Добро пожаловать в Украине!